Вейб радио. Первое вейперовское. Видео презента. Какое-то очередное говнецо или что-то годное. По надписи в коробке здесь очевидно, что это компания Висмак. Вот буржуй получает. Какие коробочки классные. Тут даже написано New Sample for you testing. Но протестирую его я. Что же здесь у нас? Политеренчик. И еще политеренчик. И очередное егошное говнецо, которое выпустили, к сожалению, в Висмаке. Данное говнецо называется Симулос. Или как-то так. 50 ватт всего лишь как-то маловато на данный момент. Ну ладно, вскроем его. Аккуратненько. С хирургической точностью. Посмотрим, что же здесь у нас в коробочке. И... Опять бумага. Что же у нас есть в комплекте? Запасное стекло. И USB кабель. Резинки. Чтобы предохраняться. И запасной патрон. И, собственно говоря, сам Симулос. Выглядит себе чудо таким вот образом. По дизайну очень красиво. Не спорю. Также отличительной. Ширенью здесь является то, что данный тубус металлический. Можно просто снять, открутить здесь винтик. И надеть сюда какой-либо другой, какой вам больше будет нравиться. Бачок здесь Элабо СВ. Но он стилизован под данную фигню ЕГОХу на 50 Вт встроенным аккумулятором. С небольшим дополнением, что здесь также нужно приподнять у нас данный дриптип. Что не очень есть хорошо. Потом надавить сюда в бок. Недостаточно. Подняли дриптип. Надавили и подняли крышечку. И здесь у нас будет такая себе заправочка. Ничего особенного не придумали. Нет. Система не очень понятна и не очень нравится с подниманием дриптипа. Также очень интересно сделано само посадочное место. С таким вот небольшим углублением, видать, что выжать писька, которая там сходится, легче заливалась в сам мот. Давайте проедем посадочное место здесь. И здесь 25 мм садится просто отлично. Смотрится тоже идеально. Проблема в том, что здесь всего лишь 50 Вт. И хрен он поднимет намоточки, которые вы парите выше. Накручу-ка я сейчас сюда своего масочка. Это, конечно, извращение, но попарю на нем. Посмотрю, как оно будет себя вести, как оно будет работать. Ну что ж, несмотря на то, что здесь заявлено всего 50 Вт, он нормально поднимает намотку, которую я парил на 80-90. Не могу сказать, что это будет постоянно. Конечно же, когда он будет у вас подсаживаться, он, конечно же, уже тянуть не будет. Но и то уже неплохо. Заявлено здесь 3000 махов внутрь, которые заливаются в нашу баночку внутренний аккумулятор. И что я могу сказать в этом коротком ролике. Для любителей стильных егошек отличный вариант. Только учитывайте, что она такая увесистая. Раза где-то в полтора-два тяжелее, чем ваш любимый iJuist. И большая благодарность компании Wismac, которая прислала данное устройство для этого говнюка Блоба Лейпинга. Ну да ладно. Надеюсь, вы поставите лайкосик и он оставит меня здесь на этом канале. И будет дальше выпускать со мной выпуски. Это был Первый взгляд. Так что всем удачного. До свидания.